Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Главное – человек. В городе подвели итоги идеологической работы. Важной составляющей сегодня является, конечно, информационная работа, общение с коллективом. О чем говорили? Полет в реанимацию. В Могилеве сбили женщину прямо на пешеходном переходе. Как она себя чувствует? Хлеб всему голова. В деревне Мочулки знают старинный рецепт приготовления. Кто попросит, я и бегу. Но всем нравится. В чем его уникальность? А также взаимное сотрудничество, новые специальности и республиканский субботник. Уже завтра вся страна наведет порядок, куда пойдут деньги. Кадры решают все. Идеологические работники города подвели итоги 2020-го и наметили цели на год нынешний. Местом встречи стала «Славянка». Идеологам показали, как работает и чем живет предприятие. После уже говорили о делах насущных. Так было решено, что организации должны стать активными пользователями интернета. В социальных сетях рассказывать о новостях, достижениях, открытиях. Разговор длился почти два часа. После перешли к самой приятной части – это награждение лучших по итогам года. Грамоты и цветы как приятный бонус. Важной составляющей сегодня является, конечно, информационная работа, общение с коллективом, решение тех проблем и чаянием, которые есть сегодня в коллективе. Это в том числе организация и быта, и досуга людей на местах. Это создание необходимых условий для того, чтобы человек, придя на работу, чувствовал себя комфортно. Еще одним важным пунктом стало обсуждение предстоящих майских праздников. Карты раскрывать не будем. Но День Победы город планируют встретить масштабно. Центральной площадкой станет Бобруйская крепость. Прямо на пешеходном в Могилеве Маза сбила 57-летнюю горожанку. Инцидент произошел накануне вечера. За рулем японца находился 21-летний местный житель. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор автомобиля, который двигался в соседней полосе. В результате аварии женщина получила травму и была доставлена в реанимационное отделение больницы. Чистый водоем, встреча на высшем уровне и вступительная кампания. Стало известно, когда стартует запись на ЦТ. Что для этого нужно? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Белорусско-российское сотрудничество обсуждают сегодня в Минске. Белорусскую столицу прибыла правительственная делегация во главе с премьер-министром России. Переговорная программа более чем обширная. Началась она в полдень во Дворце независимости со встречи Михаила Мишустина с главой нашего государства. Визит российского премьера предваряет встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве, которая намечена на 22 апреля. В этом году белорусские вузы предложат абитуриентам четыре абсолютно новые специальности. Так в БНТУ начнут готовить специалистов по промышленному дизайну транспортных средств и производственного оборудования. В БГУ вводятся специальности регионоведения и экономическая безопасность. Завтра по всей стране пройдет республиканский субботник. Напомним, половину всех заработанных средств направят Минздраву на укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Оставшиеся средства останутся в распоряжении облсполкомов. Их планируется направить на ремонт, реконструкцию и восстановление историко-культурных ценностей и мемориальных комплексов. Запись на централизованное тестирование в этом году стартует 2 мая. При регистрации подается заявление на белорусском и русском языках. Сделать это можно в письменной форме лично, а можно и подать заявку через электронную форму на сайте РИКС. После оплаты за прием и оформление документов абитуриента обязательно нужно подойти в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуск на ЦТ по выбранным предметам не позднее 1 июня. Акция «Чистый водоем» стартует сегодня в Беларуси и продлится по 24 апреля. Принять участие может любой желающий. Для этого надо обратиться в районные учреждения общества охотников и рыболовов по месту жительства, где выдадут все необходимое. Мусорные пакеты и перчатки, а также помогут с вывозом собранных отходов. Минздрав Беларуси обновил статистику покоя-19. За минувшие сутки в стране зафиксировано 1516 пациентов с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 341 539 человек. Первой вакциной от коронавируса «Спутник Ви», произведенной на предприятии «Белмедпрепараты», привился министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Глава ведомства получил прививку сегодня утром. По его словам, можно официально заявить, что партия вошла в массовый оборот. Что касается третьей волны, Минздрав пока не отмечает лавинообразного роста заболеваемости COVID-19. Крайне важен масочный режим, крайне важно социальное дистанцирование. Именно в этот период, чтобы не стать катализатором каких-либо эпидемических процессов. Но по сравнению с предыдущими волнами, темп прироста пациентов, в которых госпитализируется средней и тяжелой степенью стационара, выше, чем пациентов, остающихся на болтовом этапе. Вот это для нас является фактором, который мы говорим о том, что, товарищи, друзья мои, нужно беречь себя и использовать все возможные меры, еще раз повторюсь, социального дистанцирования, касающиеся этой эпидемической ситуации. Вкус детства деревни Мочулки провели культурную экспедицию, посвященную приготовлению хлеба по местным обычаям. Кто поделился уникальным рецептом, Ольга Васенда оценила местный колорит. Бобруйский район, деревня Мочулки, в доме номер 13 многолюдно. На кухне топится русская печь. Неподалеку 72-летняя хозяйка готовит ингредиенты для фирменного блюда. Для Аллы Ткач вроде бы все как обычно, кроме съемки. Ее мастер-класс становится частью культурной экспедиции. Каждый этап приготовления запечатляют камеры. Хлеб научилась пекать, и крова людям пекла, там и Михалёве, и самородом из Михалёва. А я сюда по здоровью приехала. Ну и вот теперь я тоже занимаюсь хлебом. И так вот я и пеку хлеб. Кто попросит, я и пеку. Ну, всем нравится. Для выпечки с домного хлеба жительница района использует муку, сахар, воду и подсолнечное масло. В рецепте нет ни молока, ни кефира, ни дрожжей. Сначала Алла Сергеевна делает закваску, затем тесто накрывает мокрой тканью. Говорит, чтобы не высохло. Буквально час оно поднимается. Тогда можно раскладывать по формам. Кулинарные экспедиции по стране и государствам ближнего зарубежья, где живут наши соотечественники, не новинка. Эксперт белорусской и славянской кухни Елена Микульчик собирает информацию об уникальных блюдах уже на протяжении 10 лет. Героями визитов шеф-повара становятся хранители тех самых старинных рецептов. Запах свежей стобы Алле Сергея не знаком еще с детства. По такой же схеме хлебу и пекала ее мама. Я выступаю экспертом от Академии наук для получения статуса нематериального наследия. Это касается рецептов и блюд кулинарных традиций белорусов. И вот сюда я приехала, чтобы познакомиться с Аллой Сергеевной, потому что я получила информацию, что она обладает интересными рецептами. Кое-что мы уже попробовали, это действительно так. Такая экспедиция, говорят эксперты, словно машина времени. Ведь где, как не здесь, пока поднимается тесто, попробуют настоящие деревенские блины, обжаренные на сале. Слюнки текут от одного лишь вида, не говоря уже о вкусе румяных лепешек. Впрочем, выпечку Аллы Ткач обожает вся деревня. В протяжении трех лет уже Алла Сергеевна у нас участвует в различных конкурсах. И мы представляем ее на Глушанском хуторке. Это у нас районный конкурс народного творчества. Также на дожинках, зажинках она тоже выпекает хлеб и показывает людям как бы всего Бобруцкого района. У русской печи наша героиня еще с 14. К любви к кулинарии ее подтолкнула большая семья. Кроме хлеба и булочек, жительница деревни Мочулки выпекает караваи. Их уникальность в форме. Вместо круглое – квадратное. Возможно, какой-то из рецептов Аллы Ткач в скором времени получит статус нематериального культурного наследия. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруск, 360. Город без барьеров. В Бобруске прошел круглый стол. Здесь обсудили проблемы жителей с инвалидностью по зрению. В открытом диалоге приняли участие представители различных структур и ведомств. Акцент сделали на создание комфортной городской среды для незрячих и слабовидящих граждан. В частности, обсудили так называемый район общества слепых, где проживает немалая часть людей с особенностями. А именно с какими проблемами сталкиваются инвалиды. Без внимания не осталась ни одна мелочь, будто адаптированный под слабовидящих банкомат, тактильная плитка или безопасный тротуар. Сложность диалога в том, что действительно много было обозначено тем. Мы постарались каждую тему не упустить, остановиться на каждой, проговорить все-все, все свои какие-то моменты. Обе стороны это сделали. И я уверена, что что-то будет меняться. Эта встреча организована в рамках социальной кампании «Под крылом заботы». Всего же в Бобруйске проживает свыше 500 человек с инвалидностью по зрению. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok